Так, нужно GoFuSK. Ну что, сеточка готова. Strange, между прочим, с Guru попадается. Сейчас я выставлю на Team Liquid Stream. Короче, ребята, вот сетка. О, Verdi с револьвером будет биться. Кстати, Verdos, оказывается, играет у нас сегодня. Soul сверху с Creed. Там ТВТ будет. Guru со Strange в нижней части сетки. Life, Tiffel. Ни хрена Strange в замес такой попал. Вот. Это жёстко. Да чизят везде, а в GML чизят на самом деле. Или может Verdos с ревой постримить. Сейчас посмотрим. Verdos-то вообще в сети есть, я чуть не вижу. Вердоса нету. Так, ребят. Ну да, сверху как-то. Ну хотя сверху и термал, там есть Soul. Сверху как-то сетка послабее, чем снизу. Тут и Alive, тут и Корейца три штуки. Гидра, блин. Ну посмотрим, что из этого выйдет. С Strange главное нормально отыграть поначалу. Verdos что-то я не наблюдаю. Вообще, наверное, его и не будет, судя по всему. Сейчас проверю, идёт ли на твиче. Спасибо. Спасибо, дядя. Стрим, дядя. Серьезным. Да и твиче. О, да. Спасибочи. Спасибо. Твич поднялся замечательно. Твич поднялся замечательно. Твич поднялся замечательно. Твич поднялся замечательно. Короче, выясняют по картам. Старый мэппул они играют. Поэтому выходит Стрэндж пока. И выхожу я. Ну, посмотрим старые карты, что могу тут сказать. Игроки там протестуют. Но, как говорится, протестуй, не протестуй. Все равно получишь сам знаете что. Европа, все дела. Вот. Ну, на Тейле уже повесил. Ну, там у меня просто твич как бы. Естественно, там в попе будет этот стрим. Там будет несколько человек сидеть. Главное, чтобы он не падал бы, этот твич. Тоже хороший момент. Так что, я думаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, наконец-то начинается игра. Стрэндж Гуру бьется. Продолжение следует... 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 Ну что, старт почему-то так, Странж стартует, гоу-гоу, тут же еще какой-то стример был, его не подождали. Ну что, 1-0 Стрэндж, браток сейчас стримил, ну все. Стрим, стопаю стрим, сейчас записи пойду смотреть. Вчера аж во сне мне приснилось. Ну, замечательно, что стримил. Будем надеяться, что еще будет стримить Павел Кузнецов. Так, бинды запилю. Так, ребята, если на твиче какие-нибудь, короче, проблемы или какая-нибудь хрень происходит, вот. То пишите мне сразу, чтобы я там стоп-стартки не делал. Еще раз приветствую, финалы месяца гоуфу ОСК, есть все-таки наши игроки, будем за ними наблюдать. Ну что, Странж Нексус 1 играет, смотрите-ка, или нет? А, да, Нексус 1, да. Нексус уже готов. Ну, правильно, Эсмени убил, что, ведет 1-0, почему бы не сыграть по-халявне немножко. Пробочка домой поехала, поля зарегинь парочку полей, пробка. Ну что ты, где поля-то, где единичка? Хотя бы, потому что нужно, чтобы она 1 хп полей отрегинила. Для чего нужно, чтобы Лингис, ну, 3 удара, а не 2 делали. Ну, она не отрегинила ни хрена полей, это пробка, минус пробка. В итоге неприятное начало, конечно, зачем любого терять. Потерял-потерял, ничего не поделаешь. А, Верди заменили на Тарантиуса. Ну и правильно, что заменили. Отсутствует он. 2 оленя забегают. Стрэндж их принимает, третий Нексус собирается. Да, выходит пумочку на третий Нексус. Два адепта пытаются прорваться. Видит Стрэндж масс-масс Линги, кстати, что заказаны сейчас. И уходит домой адептами. Только иллюзиями нужно как можно быстрее отступать назад. Что Стрэндж, кстати говоря, сейчас и делает. Лингов встречает. Адепты телепортнулись, но еще домой надо добраться. Потому что Линги на хвосте сидят. Нужно Мазеркора вывести, нужно Сентрей вывести. Иллюзия Стрэндж отводит домой сейчас. Ну, адепты отступают. Ну, верчаж выставлен. Силк пошел тут от Стрэнджа. Короче говоря, все нормально. Рабочих больше всего. Больше Нексусу третьему Гуру ничего не сделает. Вообще, начало замечательное для Стрэнджа. Получается, Гуру сам, причем, себя поставил в какое-то неловкое положение, я бы сказал. Окружает пару адептов. Ну и что дальше? Ну, окружил. Лингов потерял. Домой. Да, я официально стримлю Гуру СК. Разрешили мне стримить из ESL, братаны. Вот. Админы. Но попросили там Твич запилить, хотя бы куда-нибудь. У меня 2 пристримка идет, в принципе. Ну, я на Team Liquid, собственно, Твичевский канал выставил. К нам стремлю на гудгейм, естественно. Адепт все больше и больше. 2 Стрэнджа строит Стрэндж сейчас. Стрэнджи будут работать. Здесь Форжа, этот, Роуч Ворон запилен. Линги тут мимо адептов бегают абсолютно спокойно. Что за дела? Нужно Сентрей спустить. Ничем базу никто не прикрывает вообще. Роучей как не было, так и нет. Сейчас 12 лингов новеньких заказано, конечно, у Гуру. Но Стрэндж может спокойно сейчас его напрягать. Просто заходить на вторую базу, телепортироваться. При этом на третью, точнее, телепортироваться куда-нибудь на вторую. Стрэндж эскейп нажимает, не стал телепортироваться. Но лингов вот таких на муве-то кайтить надо, на самом деле. Разводится здесь лингов. Пытается, точнее, развести. Но адепты будут, скорее всего, потеряны. Врыв на мейнер. Почему на мейнер? Почему на третью не воролся прям в рабов? Там ни лингов, ничего не было. Гуру на халяву сгрызает Стрэнджевских адептов. Но это было неприятно. Не нужно абсолютно Стрэнджу было их терять. Но, тем не менее, ситуация экономическая у Стрэнджа вполне адекватная. Сейчас у него есть роба. У него Феникс из двух старгейтов вовсе строится. Но упустил он свое начальное преимущество. Очень хорошее. Потому что гуру лингов заказал в никуда вот этих. То есть он по рабочим проседал. Он по всему проседал. Так, линги здесь бегают и гребают. А то верчажи в очередной раз. Ну что, Фениксы полетели на Харас. Два гидрала у гуру заказаны. Спорки ни одной нету. А нет, есть на Мэни, кстати. Одна есть спорка. Ничего себе, на Мэни даже спорка есть. Так, здесь гиды пытаются что-то гуру бегать, отменять. Фениксы что-то стоят. Что не стоят-то? Надо сюда уже приводить новых Фениксов. Стрэндж что-то все стоит. Он королева на халяву. Энергии нету. Королева на халяву не заберет Стрэндж в итоге. Фениксы новые только-только дотекают сюда. Гидралицкий у гуру вовсю уже строится. Мув роучем, мув лингом, мув гидре делается. Ну, экономика у гуру есть, в принципе. В принципе, отстроил рабочих. Сейчас нормальное количество. Стрэндж еще пару дрончиков забирает. Ну, у Стрэнджа хороший лимит. У Стрэнджа имморталы. У Стрэнджа чарж делается. У Стрэнджа гейты добавляются. У Стрэнджа архивы темпларов. То есть сейчас будут уже архоны строиться. Здание что у нас? Здесь харасси, кстати, фениксы. Так, гидралицкий. По зданиям гейта пока три штуки. Но три еще строятся. Гейта нет. Вот уже три плюс доделалось. Гейтов пять штук. Плюс еще некоторое количество есть. Так, до варп идет. Стрэнджа много добавляет. У Гуру там какие-то люркер Дэна уже пошли. Стрэндж решил, что не втянет этот прессинг. И уже фотонок миллиардно добавлял. Ну, в принципе, фотонки пригодятся. Учитывая тот момент, что он выходит сейчас в Сторм Стрэндж. Очень неплохо. Гуру подходит вперед. Здесь нужно главное сейчас пилды нормально поставить. Стрэнджа заходит Гуру на ХГ. Ну и Гвардиан врубить тоже. Уверчаж выставляется. Уверчаж на пилон какой-то передний кривой сейчас ставился. Потонки есть. Потонки очень сильно помогают. И Мортлый хорошо роучи разбирают. Остается только Гидра здесь фактически одна. Нужно отступить Стрэнджа наверх. Наверх отступает. И все, шторм готов. Пожалуйста, со штормом здесь разберем. Очень легко это все дело. Ну, Гуру, кстати, милишные грейды при этом не забивает делать. 1 на 1, то есть делается. Ну, Стрэнджа вторая атака. Сейчас можно третью закатить. То есть все равно это хорошее для процесса Гэйды. То есть он опережает атаку армор 100%. А вот это уже интересно. Флитбикон. Зачем тебе Стрэндж Флитбикон? Уже что ли Темпестов собрался строить так рано? Игра при остановке. Или кареров. Какие тут кареры с трех баз? Какие вообще Темпесты? Стрэнджа вторая атака. Игра. Вы заграблена. Так, ну что, Стрэндж со Штормом уже. Что у Гуру есть? Нет, люры нету, кстати. Гуру собирается наломиться на хайграунд, что ли? Ну это ошибка от Гуру сейчас была. Причем очень жестко. Стрэнджу нечего бояться, ему нужно вперед выйти просто сейчас с Штормовичками. Штормы падают. Штормы неплохо падают. 145-157. Нужно спускаться. Четвертую Стрэнджу занимать. Я не знаю, что он... А, это, кстати говоря, Мазершип от Стрэнджа. Ни хрена себе такой интересный билд. Ну посмотрим, как он сейчас катит. С фениксами не забывает летать при этом харасить. Энергию вообще в ноль разменивает Стрэндж. Потери в его пользу сейчас точно в этой игре. И так и есть. И три Темпеста строятся. Плюс один заказано. Но нужно на четвертый Нексус немножечко уходить. То есть у Гуру просто такой зверинец. Причем Зерги это и есть зверинец. Но здесь хиленький зверинец против Стрэнджа. Просто технологичного сейчас получается такого бродца. Здесь четвертый Нексус. Люра двигается вперед. 161-195 по лимиту. Лингов Стрэндж прекрасно видит. Третью атаку, кстати, армор... Не делает Стрэндж грейдов. На наземные войска больше. Что-то ошибкой считаю, конечно, со стороны Стрэнджа. Пениксы все еще харасит, летают. 77-66 по рабам. Что-то Гуру тут распределил юнитов. При этом все у Гуру 2-2 делаются. Грейды, что самое интересное. Но Мазершип уже готов. Нужно Стрэнджу взять сейчас. Срочно Мазершип. Нужно взять Темпестов. Апсервером подсветить и просто выбивать Гуру отсюда. Хотя вот апсервер сейчас залетает. И Гидрой может его Гуру сбить, например. Что Темпесты висят? Я вот не понимаю. Оракул, Ревелэйшн. Это все хорошо. Но, блин, нужно на четвертую базу побыстрее. Уходить вот сюда, в сервер привел. И стреляй, стреляй Темпестами. Ну и что это за них? Ну, а Ракул готов. Ревелэйшн, Темпестов берем, выводим. Просто начинаем атаковать. А что делать-то? Ревелэйшн по левре. Пошел. Ну и Гуру просто меняет местами. Где апсерверы у Стрэнджа все? Потерял апса, что ли? Да, потерял Стрэндж апсервера. Спускается к четвертому нексусу. Нужно быстрее его заказывать. Где рабочий? Кто его заказывает? Хрен знает вообще. Где еще едет-то, блин? Вот он приезжает. А, блин, поближе-то вон пробка стоит. Еще три Темпеста строят Стрэндж сейчас. Полетела призма к Гуру. Выходит вперед. Куда ты пошел, Стрэндж? Ё-моё. Аккуратней будь же ты. Так, подходит Гуру вперед. Ё-моё, как он сейчас получает? Сколько штормов? Штормы просто в фаршмак превращают его армию сейчас. Мазершип здесь ждет не по-детски даже. Разваливает Стрэндж вообще Гуру сейчас в мясо. Но и штормовики остались. Нужно зелков просто архончиков построить еще. Некоторое количество идти вперед. Просто пытаться Гуру пробрить. Но у Гуру, правда, 15 этих заказано Корапторов. Плюс атака на воздух. Еще лингов 30 с лишним штук строят Гуру сейчас. Кстати, по наземным, по лингам, если ультралов микс добавят, Гуру очень опасный. Это очень микс будет для Стрэнджа. Но лимит хороший, в принципе. У Стрэнджа сейчас и боевой хороший. Рабочих у него меньше, чем у Гуру. Здесь боевой будет, в принципе, больше. Так, ревелейшн можно кинуть сейчас. Оракула есть 50 энергии. Где сделки на мейн зашли? Ну, вот ошибка от Стрэнджа сейчас. Посмотрите. Вместо того, чтобы сделать третью атаку, он затупил и ничего просто не сделал. В итоге земля с двумя атаками против 2-2 лингов. Это вообще неэффективно абсолютно. Нужно третью обязательно делать, даже когда в армаду выходишь. Ну, если ты землю строил до этого. Хотя, с другой стороны, Стрэндж уже полностью свитч в армаду сейчас делает. Пошел Гуру вперед. Штормы неплохо ложатся на Люру. На все подряд они неплохо ложатся. Но Караптеры подлетают. Неслабо сейчас на Мазершип набрасывается. Гуру сейчас своими Караптерами. Архоны где-то тупят по Караптерам. Шторм еще пошел. Обсервер полетает. Архоны с Люрой уже дерутся. Нужно с Талкерами пытаться помочь. С Талкерами пытаются помочь. Архончики проявляются. Гидру вроде как Стрэндж разваливает. Самое главное, что четвертый Нексус жив до сих пор. Минус Люра вся практически. Здесь нужно фокуснуть Люркера одного. Вот он возвращается. Стрэндж Люркера отфокусил. До варп Штормовиков. Стрэндж понимает, что именно Шторм сейчас будет решать. Ему нужен именно Шторм. Но здесь забегание лингов, к которому Стрэндж не готов. И где-то Фениксы там летают. Забыл совсем про этих юнитов Стрэндж своих ценнейших. Ну как ценнейших. Боевой лимит занимают. Просто не то, чтобы они прям вообще ценнейшие там какие-то. И здесь ни одной фотонки. Здесь что-то обязательно нужно оставлять. Стрэндж пару фотоночек сейчас ставит. Ну, Тормаду ты построил. Две атаки сделал. Ну, где Парадакшн воздуха-то? О, грелочки пошли. Молодец. Хоть грелок добавляет. Корапторов больше Гуру вообще не строит. Передумал вообще что-то. Гидра 2-2 и линги 2-2. Вот что у Гуру сейчас будет решать, так это грейды. Очень сильно. Стрэндж не делает грейдов. Ну, зелки неплохо тут на мей зашли. То есть Гуру опережает по грейдам Стрэнджа. Уже мясо причем. Зелки заходят. Несколько Гидралов. Да, забрал тут Стрэндж. Гуру понял, что Стрэндж Гидралов через шифт прокликал. Попытался их отбить. Здесь тишину ящиков парочку не помешало бы. Мазершип на 4-й базе делается. Стрэндж лучше особо не летать. Вот только разве что криптумеры повыбивать бы здесь Гуру. Что Стрэндж и делает. Гидра идет вперед. Но вот эта вся шушера, это с штормом просто отбивается элементарно сейчас. Стрэндж рядом с 4-й стоит, но не прикрывает свою 4-ю базу. Здесь Гидра заходит вперед. Стрэндж наломывается штормы хорошие пошли. Хараптер отгоняется. Но Линги приходит на адреналине на 2-2 грейдах. Причем вот было бы узелков 3 атаки на таких оборонительных моментах. Они бы просто великолепны были. Нексус эскейп не нажал. Нексус не отменил просто-напросто. Стрэндж здесь 3 люркера на хайках. Все, посмотрите. Ну вот завис. Вроде как прикольный микс армада. Грейды не делаются логично и дальше. То есть нужно 3-ю изнодземную атаку, 3-ю воздушную стрэнджу делать. Все, что ему нужно сейчас на самом деле. Люру отбивает. Караптеров отбивает. 4-й, точнее 5-й Нексус занять не может никак. На 4-м бы добычу восстановить. На 4-м восстановил. И все. В итоге продакшна воздушных юнитов нет. Здесь забегает Гуру в очередной раз. Пытается наломиться через такой проход. Не, братан, ты тут не фантазируй. Это фантастика просто какая-то. Так, фениксы как летали, так и летают. Но тем не менее у Гуру мясной лимит очень. У Гуру в 2 раза... Ё-моё, 40-80 парабам. Ну, боевой лимит зато одинаковый. Караптеров все добавляет, добавляет Гуру. Там какие-то арморы пошли воздушные сейчас. Влюры нету, между прочим, у Гуру. То есть Стрэндж нормально себя будет чувствовать. Летает, Ревелэйшн кидает Оракул сейчас Стрэнджовский, чтобы караптеров видеть вообще. Третью атаку воздушную делает. Но разве что качество вот этого лимита можно сейчас зарешать. Гуру делает забегание. Здесь 5 фотонок, слава богу, есть. Здесь можно на фотонках попытаться выдержать прессинг лингов. Но лингов столько, что 5 фотонок даже не спасут. Стрэндж вот линги пробегают прямо на мейн. Варп сюда зелка. Хорош успевает Стрэндж. Молодец, зелка наварпить. Отступает архончиками домой. Обороняться нужно, конечно. Фотонки выдерживают некоторое время. Дают Стрэнджу выигрыш по времени некоторой. Гуру пытается расшатать или не пытается Гуру расшатать? Пытается Гуру расшатать. Но здесь есть грелки, здесь есть шторм. Грелки на муве попадают на караптеров. Шторм пошел. Хорошие штормы по караптерам по всему попадают. 160-200. Гуру ничего не может со Стрэнджа лимитом поделать. Но нельзя сидеть на одной базе. На 20 рабочих нужно выход делать Стрэндж. Ну пойми ты это. Ну нельзя сидеть. Ну что вот здесь сидеть? Нечего сидеть абсолютно. Архонов добавляют. Все, надо вперед идти, улынить уже. Выходить. Лимит гигантский просто боевой. Его и нужно сейчас использовать. Ревелэйшн по гидре. Хорош пошел. Оракула смог Стрэндж отвезти. Принцип с Гварденшилдом заходит. Великолепно принимает бой. Вот сейчас шторм есть. Все есть для победы здесь. Шторм Архоны. Воздушный лимит хороший. Забегает Гуру. Получает штормов много сейчас. По караптерам бы штормов бы. Навалить бы сейчас. Караптеры на халяву. Темпестов подрезают. Грелки полетели. Караптеров убивать. Караптеров на муве. Там грелки отдаются. Просто летают на муве. Мазершип отдельно от всех юнитов. Вообще отдается у Стрэнджа. 17 гидралов Гуру заказывает. Ужасный контроль сейчас со стороны Стрэнджа. Был что-то на муве грелки летает. Мазершип отдельно. Но видно опыта Армады как-то. Опыт Армады нужен здесь просто. Так. Третья атака доделается. Ну Хатву это конечно же Стрэнджа убьет. Ну смотри здесь какая экономика. Сейчас Гуру с... Хотя приростом Гуру. Отобьется ли Гуру вообще с приростом здесь? Зелки приходят. Отобьется. Слишком много здесь ядры. Темписты есть. Грелки не спасают. Третья атака еще не готова. 1-1. Короче Стрэндж намудрил здесь. И это в итоге это собственно говоря и зарешало. Вот этот замес должен был выигрывать вообще в кашу. Просто. Ну нельзя. Ну вот Армаду нужно в кучу свести просто в одну. Ну тем более прекрасно видел, что там бомжовая гидрокораптера. Ладно бы там вайперы с зеленкой. Микос какая-нибудь хрень. Но прекрасно видел стрэндж, что Гуру что-то бегает зад-вперед. И этих юнитов просто не видно ни разу за игру было. Нужно было понять, что тут микс такой, при котором просто в кучу все собрал. Штармы вокруг по кругу раскидал и убил все. Будет все замечательно. Но в итоге к сожалению не получается стрэндж сделать. Придется третью игру играть. Пользователь Smart Team активировал премиум на ваш канал. Придется третью играть. Наши разыграны атакованы. Здесь уже чудо не произойдет. Грейды тут тройки. То есть грейды не делал. Пытается стрэндж на штармах тут тащить. Но тут по земле просто выгрызает все леньги. Гидра тоже 2-3-2 грейды. Конечно она разбирает мясо просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, третий решающий Центральный протокол Не очень приятная карта Спасибо всем за премиум За поддержку, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, гейт Нейтсус Кибернетка Стандартная Стрэнджа Угуру у нас Газ, пул Че, пул, газ Иначе газ бы уже добывался Пул, газ и выход в хату Ну, стрэндж блочит пилончиком Вторую, третью тоже будет мешать Сейчас закатить Сам никто собирается запилить Так, ну будет мешать третью стрэндж поставить гуру? Думаю, что будет Да, сам никто ставится Еще раз Нужна кибернетка Хорошо блочит, посмотрите Гуру У Гуру просто нет второй базы Сейчас еще один пилончик пошел Все, пробкой надо уходить Спокойно куда-то Гуру стрэнджа, правда, обнаружил Стрэндж зелка Вынужден заказать Понимая, что здесь улын может быть на лингах Ну и четыре линга вперед Бежит, кстати, от гуру И че он будет Он даже пилонов не стал выбивать Гуру ставят вообще вдали вторую базу Где зерк с праздником Всех, ребят, да, с праздником С днем космонавтики 55 лет Первого полета в космос И эволюшн пошел Да, просто стрэндж Вот, посмотрите Смотрите Как называется заставить зерка заулынить Просто Когда он не хотел этого сделать Но Можно так заставить И потом не отбиться То есть нужно отбиться Еще суметь от этого улына Вот в чем проблема Так, здесь линги пилончики принимают Мазершип пока нету Стрэнджа, почему мазершип не запиливает Не понял Адепту зато стрэндж запиливает Одного линга минуснул Здесь срочно пилончик нужен На втором нексусе Иначе можно просто-напросто Потом не отбиться Мазершип Есть уже все ресурсы Мазершип не заказан до сих пор И передроп Посмотрите, стрэндж Без мазершипа Без ничего вообще Ну что за Что за, блин, вообще Халатная вообще Такая игра Умагает там гуру Ну вот стрэндж заставил оппонента улынить И просто не готов Ну что за, блин, бред Вон здесь хатов, дали Пилоны все стоят Но очевидно, что он пилона не выбивал Значит какую-то хрень он будет делать Мазершип поздний Адепты какие-то поздние Вот уже передроп лингов Пошел сейчас абсолютно точно на мейн Да, он линги Посмотрите, все на мейне Стрэндж видит прекрасно Этот передроп Мазершип нужно подводить Блочится полностью На третьей базе Полностью Что стрэндж сейчас и делает Адепты с зелком принимают бой Но стрэндж, кстати, хорошо отреагировал Сейчас молодец На передропчик лингов Нужно их принимать Сейчас вместе с пробками Мазершип на второй базе Ну, в смысле, мазершип не готов Что-то нихрена тут тоже Атакуют сейчас гуру Вторую, так Вторую базу Сейчас передроп на мейн Пошел еще лингов в очередной раз Адепт пытается гуру подгрызть Адепт подгрызет Сейчас третий адепт готов На мейне ничего не принимает Еще врыв этот Сейчас от стрэнджа Передропчик на мейн будет Здесь восстанавливает В общем-то стрэндж Энергоснабжение Чини энергоснабжение Блок рампы восстанавливает У мазершипа Так, у мазершипа 30 энергии Адепты на рампе Где здесь Гой принимают Стрэндж на муве Просто отдает адептов Нужно лингами драться сейчас Стрэндж уводит пробок Сейчас на вторую Что ты делаешь, Стрэндж? Ну, хотя здесь полный улыб пошел Если отбиться получится Может что-то вообще хорошее Произойти здесь Стрэнджик варпит адептов Гитов добавляет Сейчас какое-то количество Причем пилон есть То есть можно Пушить гуру сейчас Если он соберется Если он из дома отобьется Можно и пропушить гуру Ну, вот с иллюзиями Нужно выходить Ну, что за ошибки-то Такие, ну, вот иллюзии Пусти назад Да выйди сейчас Они телепортнутся Ну, что за бред Стрэндж делают Просто не могу понять Ну, блин Ну, это вот он говорил Что по два часа Тренируется Там по три Таких ошибок Быть не должно В принципе Падают пилоны Здесь на Врыв на второй идет Но у Стрэнджа пока рабочий Столько, сколько у гуру Еще пока ситуация Более-менее нормальная Но гуру ставят Здесь начал раскачивать Здесь хату ставят То есть он дэмэдж нанес Достаточно для того Чтобы в макро перейти А отбейся Стрэндж нормально У гуру просто не было бы ресурсов Чтобы перейти в макро Какое-либо Ни в коем случае Нельзя дать сгрызть Нексус сейчас Ни в коем случае Стрэнджа Гуру Приходит юнит И здесь отбивает Он Стрэндж Все-таки лингов В итоге все Парабам Гуру уже в плюсе В хорошем Причем плюсе Становится Нужно будет Сейчас пилон свой Пробывать В итоге Нужно восстанавливать Добычу на мэне Так Лингов Что-то тут гуру отдает Кстати На муви отдает Вообще Что он делает Я не понимаю Зачем их было отдавать Если можно в оверс Здесь было Прямо рядом Так Точка сбора На мэне Стрэндж что-то потерялся Чего он сейчас Хочет сказать Крилончик падает Тридцать три Двадцать семь Парабам Двадцать лингов Еще к гуру добавлять Сюда линга Роучи в тупую Будет И что сейчас Просто Я смотрю Я не понимаю Что Стрэндж Собирается делать То есть он собирается На двух базах Сидеть И дальше Что Здесь оверс Мум уже Дальше тут Ничего не сделали Будет Просто если Такой расклад Будет Нексус Бустится Гейт Из которого Варп Где буст Нексусы вообще Не будет Зачем он сейчас Два гейта Бустит Или Стрэндж Варп Где-то Тризел Коварп Пошел Где он А Все Ребят Я гоню Гоню А я Тусу Стрэнджа Уже Хитрейший Просто врыв Сейчас Идет Ну Восемнадцать лингов К нему прилетает Правда И он может быть Не готов Сейчас к этим лингам Просто-напросто Но это Минус дальняя база Стрэндж обнаружил Что у гуру Здесь база есть Врыв лингов На мейн происходит От гуру Сейчас Пять руч И заказ Стрэндж Моментально Так Здесь два зилка остаются Роуч успел уйти Так Королева падает Хата сейчас Туже упадет На мейне Лингов Стрэндж Ну вот Если б нексус Отбил бы Как-то еще Может быть Что-то прокатило бы Так Филды Хорошие дроны Стрэндж блочат Но они уйдут Все равно Филды эти Не зарешают Зилок Гюджет Стрэндж 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 Не спасает Сейчас Нужно стрэй Спасти Так Здесь зилка Принимает Гейт Конечно Есть Гейт Так Гуру еще Отбиться Пытается Стрэндж Развернись Разворачивается Поздно Падают Сделки Лингами Отбивается Роуч Короче Это 1-2 В пользу Гуру Стрэндж Проигрывает Скорее всего Этот матч Да это Уже очевидно Здесь 3х Зерга Он отбил Третью У Стрэнджа Один Нексус Что тут он Сможет Сделать Ничего Ответ Абсолютно Очевидный Прошу Упрощения Заметил Я вар Понятно Почему Стрэндж Бустил Гейты Но все Решение Это Неправильное Было Абсолютно То есть Ему Нужно Было Просто Нормально Построить Вовремя Мазершип То есть Вот Как Начальная Игра Развивалась Изначально Стрэндж Действовал Как бы То есть Он Действовал Неверно Изначально То есть Ладно Не совсем Изначально Изначально То он Верно Действовал То есть Сам Стрэндж И отлетел В итоге То есть Ты поставил Пилон На второй И на третий Видишь Что зерк Их не выбивает Ну Закажи Ты Мазершип Кор Вовремя То есть Адепт Потом Адепт Сначала Газа нету Стрэндж Там два Адепта Строить Еще что-то Очевидно Что Мазершип Очень важен Когда Улын Идет Причем Это улын Скорее Все Там На лингах Каких Но Даже Если На Роучах На второй Базе Да Варп Зилков Минеральную Линию Варп Медленный На этот Пилон Можно Еще Оверчаж Было бы Выставить Здесь Еще два Оверчажа Выставили На рампус Сейчас Самое Интересное Здесь Еле-еле Отбивается Гуру Там Выбил Все На дальней Базе Ну Стрэндж Много Зилков Там 12 Ряд Сн3 Но Тут Уже Масроуч Там 5 Есть Один Строится Летая Дропа При этом Ничего Не Сделает Печаль Беда Минус Стрэндж Минус Стрэндж Приходит Стрэндж Понимает Что Все Печально Пора Писать ГГ И Все Действительно Печально Ну Упустил Вторую Игру С Армадой Причем Упустил Там Преимущество Явное Было Вот В итоге Результат Сол Выиграл Но В итоге Если Револьвер Не пройдет Дальше То Минус Все Наши На данном Турнире И тут Уж Ничего Не Поделаешь Гуру Стефелем Будет Зава Забиться Ботвинник Бьется С Так Револьвер Все Еще Бьется Там Продолжение следует... 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 Так, ну, на прессалф-чатик Может, побыстрее дойдет, как бы Ну, вроде, саппорт там быстро реагирует Сейчас я не знаю, хотя, правда, насколько быстро Попросил я ребят на кипбет Ставочки впилить, не знаю Успеют ли запилить или нет Пока не вижу, может быть, на какие-то стадии Успеют запилить что-то там Не уверен Ну что Эволюшн пошел в рел Третью их отставит Мух почти готов Передроп бэрлингов, может быть, будет Хотя, так, мы ховером... А, это два эволюшн, а это выход в ГРД Поехали !」 Так, 1-1 у Ревы грейды пошли, до лейера еще, то есть это очень ранние грейды милишные. С оулингами рядом ездит, здесь у Ревы заказана плетка, плюс две королевы здесь находятся. Один гильон, что он пытается сделать? Прорваться пытается? Не получится прорваться. Рева поскакала лингами за гильоном, но конечно соул приманивает, здесь аккуратнее нужно быть. Еще гильоны подъезжают, грейды пока не готовы, спорочку еще одну ставит Рева, что-то прям боится, и спорок много напиливает. Сейчас третью нужно раскачивать базу, гильоны подтягивают, сюда еще две штуки, сейчас восемь будет, а восьмью гильонами уже можно лингом сжечь. Ой-ой-ой, как с хорошим контролем, просто жестко. А, это не просто гильоны, тем более, что это хелбаты, ой-ой-ой, а хелбаты это вообще беда сейчас. Но есть две королевы, есть плетка, слава богу. Лингов, правда, нужно намного больше, и Либератор на мейн прилетает, начинает соул, Либератор тут пиу-пиу делать по рабам. Рева не законтролил, но все погибли рабы, которые в рейнже Либератора были. Нужно приводить сейчас спорку туда. Три королевы на второй базе, спорочка падает. Ну, королева начинает селбатку убивать, плюс есть здесь плетка, плетка, плюс три королевы, значит, скоро отобьется Лева. И Либератор отогнал, но парабан критического дэмэджа пока не получил вроде бы, да? Хотя девять дронов, это неприятно. Так, королев пытается селбатку заминусовать, но лбаток ни в коем случае отсюда отпускать уже нельзя. Нужно принимать просто, да, куда на муви-то линги бегают? Блин, как я его сейчас криво подрал с лингами. Вот, вырываться, красные все уходят. Чертяки, боится. А, Лева законтролился на мэне, здесь мало того, что Либератор, Гелионы приехали. Здесь еще и Банша с Инвизом у Соула прилетело. Соул развалил сейчас рабочих пять штук Леви. Так, там Сьюзу королевы спасают. Ну, что-то парабам печально уже как-то. 60 на 45 в пользу Тиран, ведь совсем беда. При этом все, не стал Рева 2-2 делать сейчас, а без 2-2 по грейдам уже отставание. Скоро будет, что-то линги на муви бегают, отдаются. Нужно бы бэлингов ему впилить, будет ли он бэлинг бастить? Еще вопрос. Такое ощущение, что собирался, но вроде передумал сейчас. Ну что, рабов Рева восстановил. Ну, посмотрите на лимит. 104 на 71, просто сейчас 2-2 заказывает. Это здание, кстати. Альт-К, не видел я такой вообще опции. А опция такая есть. Ну что, добыча вон, добыча 3к на 2к в пользу Тирана, просто сейчас. Мариков все больше и больше. Бараков работает 5 штук, из них 4 реакта, 1 лаба. То есть 9 мариков за раз можно устроить, либо 8 мариков мародера. И 2-3 бараков еще соул на третий добавляют. Бэлинг, бэлинг муфу, репшел. Но то, что Реву может спасти, вот это 2-2 и муф бэлингом. Но экономикой недостаточно для того, чтобы даже в муталисках выйти сейчас. То есть дробами может затрепать соул Реву. Но зато с другой стороны уже делается хайв. Как я понимаю, это в ультралах попытка выхода сейчас. Хатт в дальнюю придется отменить. Здесь уже пришли, между прочим, био-юниты Тирана на крип. Соул сканит, Банша на инвизию улетает. Еще даже не улетает, она с королевами дерется. Марики на щитах. Бэлингов по факту Рева Морфит. Не было бэлингов к приходу сейчас Тирана. То есть нужно уже муфить, пока он не подошел к третьей базе. Бэлингов на Морфил, но муфта Бэйном еще не готовит. Еще 20 целых секунд до муфа Бэйном. Будет Рева врываться? Не, пока не врывается. Не спешит. Оставляет запас ресурсов под Люру. Линги врываются. Бэлинги Хелбатов снимают сейчас моментально. Линги пытаются прогнать Мариков. Линги Мариков прогоняют. Бэлинги где-то сзади там в хвосте плетутся. Собственно, это Бэлингов фокусить, да окружить нужно уже Мариков. Что ж такое-то? Наконец-то окружает Рева Мариков. Часть принимает, часть живая. Хайв готов. Нужно делать ультралис кеверн. Пошел ультралис кеверн. Адреналин Линга мне помешал бы. Но 3-3 грейды это хорошо, но с трех баз это слишком роскошная, конечно. Будет такая тема. Потому что здесь бы выжить бы вообще. Юнитов боевых построить. 3-3 грейды это хорошо, но 3-3 грейды хорошо, когда ресурсов приток жесточайший. Когда тебя так не прессуют. Лимит 170 на 95. Ну тут как бы если ультралов дождаться ультралис кеверн, лимит сразу поднимется, конечно, у Рева, но он, судя по всему, не дожидается ультралис кеверн. То есть не может дождаться, я не видел, потому что здесь слишком какое-то колоссальное преимущество. Один ультралис заказан. Уникальный аймор ультралом. Соплая блок оверов нету сейчас, неприятно. Еще на нескольких ультралах ждет. На трех сейчас есть ресурсы ультралис. Хорошо ворвался, кстати, в Мариков. Лингита на 2-2 неплохо грызут, но, блин, слишком что-то много здесь тирана. Слишком много. Ну экономика тут, конечно, зарешала. То, что вот этот первый врыв Либератора, 9, Либератор там 5 или 6 рабочих убил Хлбата. Там еще плюс каталась, третья база не добывалась. То есть именно это сейчас и подрешало. Так, Сулук создал вроде как. Да, заходим. Наруто надо позвать. Так, все. Продолжение следует... 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 Соуловская. Одного дрона все же подрезал. Королева пришла, отгоняет Рева. Здесь у нас банша висит зелененькая. Одна красная улетела домой, чинится. Все банши при этом всем живы. Что самое интересное, вот этой почему не летит Соул? Сюда можно прилететь. 20 дронов за игру погибло в итоге. По лимиту отстает Рева. Здесь третья СС-шечка уже. Скан от Соула идет. Он выходит вперед сейчас. Щиты почти готовы. 1-1 грейда есть. У Рева еще 1-1 нет. 10 секунд до щитов. 2 танка, 3 банши. Вот банши вычинить надо было. Ведь Тома, ну это тяжелый мультитаз, чтобы еще банши вычинивать. Там Королева моментально Соул разваливает. Роучи, кстати, у Ревы много больше, чем у Соула Мариков. Даже здесь все абсолютно точно отобьется здесь. С баншами-то что-то делать нужно. Нужно Королев привезти. Кто их будет убивать? Их 3 штуки. Они на халяву хату. Вот Роучи много, вроде отбивается Рева, но банши нечем сбить и все уже тяжело в итоге отбиться. Здесь Роучи пришли. Оверсиры здесь есть. Но хата третья падает. Это совсем печально, что третья хата падает. Сейчас вот отбился бы так, чтобы хата жива была. Вообще бы могло бы быть очень неплохо. Но здесь еще дробчик Мариков и ГГ в итоге. Печаль. Больше наших не осталось сетки. Соул в полуфинале и он будет биться с Ютермалом, а Тефель бьется уже с Гидрой, ЗВЗ. Соул, Ютермал, ворвемся в ТВТ. Что можно сказать? Так. 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 Ну, вот Бан-Ши. Я вижу, что в том врыве Бан-Ши зарешали очень сильно. То есть по земле там в клам лило стирался а Бан-Ши ничем было сбить. Продолжение следует... 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 Так, фор белый. Говорят, тебе должен был ключ прийти, так что у тебя все должно быть нормально. Так, звука из игры нет. Блин, случайно я каким-то образом вырубил микрофон. Прошу прощения, отключил звук. Так, опять то же самое. Но тут может и бомбануть, ребята, если второй раз так сейчас соул проиграет. Я даже уверен, что... Ну, хотя нет, может и не будет бомбалейла, но у соула, я помню, иногда бывало, бывало. Так, ребята. Ну что. Опять, да, прокси-риперы. Соул, Ютермал, Го-3. Не туда. Единичку ставлю. 1-0 ведет Ютермал уже. Точно такой же бел, как и в предыдущей игре, отыгрывает. То есть прокси-рипер из двух бараков. Приезжает соул, не видит бараков, проверяет СС-шки нету, понимает, что что-то здесь не топит. А на этой-то карте бункерами вообще все не перекроешь. Это на сумеречных башнях можно перекрыть бункерами. Там два поставил и все. А здесь-то даже двумя, здесь три надо бункера ставить. Здесь, здесь, здесь. Ну да, бункеры не самое, короче говоря, лучшее решение здесь против того, что происходит. Так, еще одна КСМ-ка приезжает. Рипер есть на рампе, гранатки кидаются. Начинается харас. Сейчас же два рипера от Ютермала полетят вперед. КСМ-ки тут прогоняют риперка. Нужно регениться. Вот второй прилетает. Сейчас Марик, конечно, выйдет. Так, нужно запрыгивать. Ютермал знает, откуда можно на халяву запрыгнуть сейчас. Ну и здесь печаль, опять же. Не спешит Ютермал реализовывать своих двух риперов против одного рипера Марика. Ну, КСМ-ок подрезает. Просто он понимает, что стол будет пытаться факту достроить. Гранатка по риперу. Марика подрезает сразу же. Рипера нужно вхокуснуть. Липер садится в бункер, успевает сесть. Нужно выводить КСМ-ки. КСМ-ки выводятся. От КСМ-ок Ютермал уходит. Контроль хороший. Демонстрирует. Гранатка в молоко. Своего рабочего только подкинул. Ну и все. Ну, сейчас Ютермал ошибся, что на самом деле Липер, а не отфокусил. Можно было зафокусить. Это 2-0 вообще. Просто вот как выигрываются полуфиналы, это называется, ребят. Соул будет за третье место биться, а Ютермал за первое. Еще и КСМ-ки пришли. КСМ-ки запилили ДПО что ли? Похоже на то, что КСМ-ки ДПО запилили. Гагага, Соул пишет. Не, не бомбанет. Соул держится. Ну что, Тефель Гидра доиграли нас вообще, не? Не, пока не доиграли. ТВТ кончается гораздо быстрее, чем ЗВЗ. Тефель в игре вижу, ну понял. Ждем Тефель и Гидра. Гагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а гидро у меня, наверное, не добавлено... А, вот цифель... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... По таймингу успевает ветерам поставить инженерку минералов процесса до постановки второго никсу, смотря он когда в разведку пошел... Если после депушки пойдет, то успеет... И смотря на какой карте еще тоже важный момент... Сколько респов как найдет... Вердос написал, что он в Токио... Кстати, мне в скайпе только что... Значит, жив-здоров... Ну что, смотрим сайт, что у нас там... УСК вообще происходит... Ютермал против гидры! Отлично! Ждем... Ждем... Ну что, гидро против Ютермала... Финальчик у нас будет... ... Так... ... ... ... ... ... Продолжение следует... Ну что, ждем пока подчеркают. До этого очень быстро игроки черкали карт. Сейчас Нидра с Ютермалом должно черкануть. Ну, нормальный будет интерес, достаточно финал, я думаю. Жаль без наших. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, узнают... Бо-5, не Бо-5, сейчас выяснится сейчас, что там у нас будет, вообще непонятно. Вроде бы, Бо-5. Как я отношусь, что Майкер стримит Героев 3 в 2016-м? Ну, я отношусь с тем, что там не... Ну, Майкеры просто любят смотреть, ну, то, что 273-3000 почти Героев смотрит в 2016-м, тут уж как бы все понятно, что... Ну, Герои прикольно играют, на самом деле, в третьих бы и поиграл бы даже, во что, во что, так уж... Поиграть так в Героев-то можно бомбануть, вот... Ну, стримит, смотрит, как бы Героев смотрит больше, чем... Гоуфу искапши, потому что Гоуфу искапши, Гоуфу искапши, 700-800, сейчас стримит, смотрит человек... Тут уж ничего не поделаешь, спасибо Ютермалу, инвайтед в игру... Стрэнджи показывал, к сожалению, Стрэндж Гуру проиграл, ну, записи увидите, как только стрим сегодня кончится, выложу все на Ютуб, соответственно... Стэнджи! Продолжение следует... Ну что, опять гидроютермал. Центральный протокол у нас. Посмотрим, что здесь за билды будет от ютермала. Ну, барак. Депошка-барак. Вот. Какая на ютубе будет сегодняшний турнир. Когда зальется, заливать начну после стрима. Не знаю. Такого размера вот... Сколько это? 1.56. Погодите, стрим идет. 1.56. А, ну да, еще стрим-то 2 часа всего идет. То есть, нихрена себе быстро они сегодня, кстати, очень быстро проходят эти матчи. Вот. Ну, такой быстро очень часа за полминута, за 40 зальется, как бы, обработается пока. Ну как, к утру-то точно обработается. Продолжение следует... Что, орбиталочка запилин? О-о-о-о! Любитель риперов ютермал, я бы так назвал бы здесь это дело все. Ну и, кстати, Гидропул первый играет Роуч Ворон, то есть, он вслепую плывет. Хотя, он, может, знает, как ютермал играет. То есть, он вслепую фактически контрит вот этих риперков. Хотя, хотя... Если риперов будет достаточно, то вот этих Нескороучи могут они просто уничтожить на самом деле. Пятые поинтереснее. Ну, турниры-то по третьим проходят героям, а не по пятым. То есть, прижились только третьи надолго, как другие дисциплины, поэтому третий нужно улажать. Да и пятый, я видел, там колюш мой, да, ну, как-то играл. Ну, чё-то там как-то, ну, мне кажется, лучше третьих героев уже просто не сделают. Ну, что, минус рипер номер один. Остальные пока живут. СЦ-шку ютермал запиливать. Здесь реводжер есть, кстати говоря. Криптумор минус нул ютермал. Нужно отступить роучи. Понапрягал, полетал. Будет ли заходить? Ну, сейчас гидрос пританет. Сюда три роучи, сюда несколько штук. Ко второй базе. Нужно переходить уже ютермалов и других юнитов. Почему нет отдельно ютуба канала? На ютуб я всё не заливаю. Частенько рестримы идут. Поэтому и канал свой не делал, как бы. Ну, вот. То есть, как-то не нужно особо было. Так, гранатки кидаются, ютермалов начинает харасить. Роучи, реводжеров очень неслабо, на самом деле. Дэмэджи нанёс. Уже сплетануть, реперков сейчас местами поменять. А почему сюда нужно? Вот. Дропнись ты залети наверх просто. И нормально всё будет. Хорошо заметил. Отводят. Что за турнир? Турнир. Финал месяца. Гоуф УСК. Это не просто у Гоуф УСК. Это... Ну, хотя иногда и на обычном Гоуф УСК более интересно. Получая здесь как-то быстро и наши все вылетели. Ну, а что тут? Блайонет, хэппи нету. Как бы. Надежда была на Стрэнджа. Стрэндж, к сожалению, проиграл в первом же туре Гуру. Потом была надежда на Реву. Рева, к сожалению, проиграл во втором туре. Кому там Рева проиграл, кстати. Солу проиграл Рева, которого у Ветермал потом выиграл. Ну, и Ветермал бьётся с Гидрой сейчас. Ну, реперов много. Третью Ветермал нормально Гидрой занять не даст. И тут выход в био идёт с медилаками. Так, выходит дрончик. Прям хату собрался запиливать. Нет, тут хату не получится выпилить, у Термал говорит. Нужно реперов местами менять сейчас ещё. Ну, кстати, на пофиг. Термал врывается в реводжеров. Двух отфокусил. Третьего зафокусил. И дрона зафокусил. Хату не даёт поставить. Да расконтроль ты двух роучей. Пять реперов же здесь. Ё-моё. Прошу расконтролил всех роучей. Ещё выходят три. И я считаю, это грамотное применение реперов. И как можно дольше оттягивать третью хату. Убивать каких-то юнитов. Всё правильно делал Ютермал. И у него Стимпак сейчас будет готов. Мариков реально много здесь. И будет ещё больше. Но медиваков пока нету. Ну, уже Ютермал на Мариках просто со Стимом идёт вперёд. И, кстати говоря... Не, ну Гидра чуйка у него есть, что может какой-то врыв быть. Он роучей добавил. Я думал, там просто не стал он добавлять. Может, медиваков имело смысл подождать побольше, конечно. Ну, не стал что-то их ждать. Ютермал, щитов нет. Нужно тут менять местами, собственно, факту со Старпортом. Но если хочет мариками проатаковать Ютермал, нужно реперов не отдавать тогда. Реперов вроде как не отдаёт. Овера подрезает Ютермал. Третью собирается отменять. Гранат к подровочке кидается. Ещё гранат к подровочке кидается. Так, ещё гранат к подровочке кидается. Между прочим, они и дэмэдж по 10 дэмэджа получают за эти гранатки. Так что тут нужно поаккуратнее быть гидре. Плюс один Ютермал заказывает. Так, вон Овер летит. Ты что ж не видишь Ютермальчик? Ну, нахрена? Вот тут... Если хотел подраться... Ошибки такие от Ветермала, но это европейское. Ну, Т нажать, вперёд побежать. Но если ты хотел подраться, стимпак свой неожиданно применить, вот уже готовый, надо было королучить и выходить не третью фокусить. Вот они сюда вышли, гранат под них кинул. Как стимпачнулся, как ворвался, начал фокусить просто ручей и развалил бы. А потом и третью. Атаку убил третью и на хг заходит. Тут уже добавил юнитов. Зачем? Нужно просто уйти назад и всё. И не надо никаких там мудрецов, мудрежей. Овер сирмен. Вот сейчас дроп двойной ещё на мэй, кстати, полетит. Очень интересно. Можно развести. Сейчас будут щиты готовы. Сейчас танчик будет готов. 16 мариков. И дропчик-то может зайти сейчас. Здесь марики могут на третью ворваться заново. Залетая дроп, готов гидро ворваться. Но проблема в том, что дроп на мэй не навлять что-то сделает. А тут третью отменить. Это вообще сильный или дэмэдж? Ну нормальный дэмэдж. Ютермал спускается. Вот что мне нравится у ютермалек, это контроль его. Посмотрите. Одновременно абсолютно дропается. И одновременно абсолютно врывается. Третью убивает. Сейчас на стимпаке. Да, простимпачился. Гидро венеждин третью отменить. Юнитов обязательно нужно увести, не отдавать. Медиваки тоже увести. Вот сейчас ютермалу можно ничего не отдавая. Просто улететь этими медиваками, соединиться с этими мариками, просто остальными всеми юнитами. И с танками выход сделать, просто убить гидру. Ну и термал тут пока. Ну хотя, в принципе, если он не будет терять, можно и подробиться, и так же потом чуть позже сделать. Так, плюс один ютермал доделал. Ну марик одного потерял, шатает. Лимита больше пока, чем гидра. Стиль прикольный ютермала. Чисто под контроль заточен. Никакого там ни дикого макро нету. Ну вот нужно реализовать. Гидра с двух бас умудряет. Смотрите, кореец. Двух бас сидит. Два-два делает третью хату. Кто понимает, что у ютермала экономики сильно нет. То есть тут буквально нужно один бой выиграть, и нормально все будет. Так, медиваков уже много дома. Там шесть штук летают. Плюс здесь два. Нужно улететь. Просто не надо. Марик... Так, пошел дробчик. Ютермал видит, что здесь гидра рядом. Марик одного отдал. Да к силнагу займи, да и Мариков уже жди своих. Все, Марик идёт вперед. Два-два, она вряд ли успеет доделаться. Хотя нет, 46 секунд. Два-два, как раз пока ютермал идет, может и доделываются уже эти грейды. 150-150 по лимиту. Но выход у лэновой, но очень сильный. Боевого ютермала чуть больше. Ну, я говорю, для успеха ютермала операция нужно, чтобы 2-2 у гидры, конечно, не успела доделаться. Грейды. А они не успевают доделаться. Танки дропаются. Фаерболы в молоко. Два танка плюс один еще вперед подлетает. Марики простимпачены. Нужно вперед идти. Вот ютермал перестимпачился всеми, а бой не принимают. Опять же, косяки контроля какие-то нелепо идут. Пошел стим. Неплохо. Увернулся от всех фаерболов. Ютермал мариков. Ну, очень много. Роучи заходят. Вторая атака только доделалась. Армор не доделался. Это 1-0 ютермал. Хорошая игра вообще со стороны голландского тирана. По фаерболам бегать мариками не очень хорошая затея. Но марики не попали. Только медиваки попали на фаерболы. И не погибли. 1-0. Хорош. Утермальчик. Ну, да. Заходим в игру через Варди. Утермальчик. Утермальчик. Да, Ютермал это тот тиран, который когда-то делал в Рокси Гастов. Не помню с кем он играл. 1-0 ведет. Хорошо сыграл. Продолжение следует. Так. Завязывайте там флут всякий, на то это добром не кончится. А закончится тем, что забаню её просто всех. Вот и всё. Реперок летит вперёд, но я не думаю, что Гидра так просто возьмёт и Ютермалу отдаст финал. Реперочек прилетает. Здесь линги королева строятся. Репер видит, что третьей хаты нет. Прорывает. Точнее, он видит, что вторая. Зачастую я даже чаще вижу, что взорги здесь смотрят. Я вижу, что срач уже как раз разведён. Продолжение следует. Так, вот пытался Ютермал сейчас дрона отфокусить, но что-то ничего не получилось. Хорошо, Репером летает. Блин, вот чуть бы поменьше хп у дрона было. Я вот понял, что Ютермал хочет протянуть время, чтобы успеть кинуть гранаточку под газ. А прикиньте, Гидра по скипу раньше нажала, там хп было бы меньше, допустим. Могло бы погибнуть дрон. Молодец, Ютермал. Но Репера терять вообще не нужно ему было сейчас. На самом деле. Но у него 30 цешки, между прочим, халява знатная. Так, попёрли Криптумара сейчас новая. У Гидра тут Крипт всё больше и больше расплодит. У Ютермала Инженерки, у Ютермала Стим, кстати, Эволюшины у Гидры быстрее, чем у Ютермала Инженерки. И милишные Грэдэ пошли. То есть это выход в... Ну, вы поняли, в милишный стиль. Линга Бэйлинги, мутка. Переход в уртралисков, может, без мутки. В Линга Бэйлинге точно будет. Потому что по-другому здесь никак. Остаточно чётко всё Ютермал делается. Убирайте, АПМ-ы, посмотрите. АПМ-ы жёсткие, там и там. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, в правилах турнира. Да, в правилах турнира на этот месяц, ну, так как сезон ещё задели, решили они старые карты сделать. Следующий финал месяца уже будет, естественно, на новых картах. Так, Бункер Армари у Ютермала 2-2 скоро будет делать. Здесь 1-1 делается. Заказан Спайр у Гидры 4, у Хат пока не делает. Макро 4. И не, не 4, а на 9 всё-таки пошла. Но пока у Гидры всё достаточно чётко. Криптуморов достаточно много вперёд двигается. Причём с гигантской скоростью крип распространяется. Потому что когда 6 криптуморов, они сразу на максимальный рейндж крип распространяют практически. Здесь дропчик от Ютермала на 16 мариках летит. И Гидра как-то чуйку проявляет какую-то. Прямо-таки, что здесь дроп должен пролететь. Но дропчик не заметил, как Сьютермал упрёт в этой игре. Вот сейчас бы линги приняли бы дропу, марики просто не усмогли бы даже разгрузиться. А в итоге линги где-то вообще не здесь находятся. Марики выгружаются. И минус 4-ая Хата будет абсолютно точно. Симпатч Сьютермал, Хат фокусит. Согружается, улетает. Причём Гидра эскейп даже не нажал. Вот даёт. 300 минералов минус. Так что правильно Ютермал даже и Хату фокусил. Дропается на хайграунд мариками. Ещё несколько лингов. Забирает, нужно улетать. АПМ 400 АПМ. Но я помню, что у Ютермала АПМ с АПМ проблем никогда не было. У него гигантский АПМ. У него хороший очень контроль. Так, здесь марики опять же вниз дропнулись, вылечились. Нужно улететь домой. Ютермал не стал рисковать. Улетает домой. 2-2 делают. Щиты почти готовы. Армор на технику. Продакшн наращивает сейчас Ютермал. Так, вторая факта пошла. Одна факта с реактором. Хранить здесь бункер, туретка. Всё. Пока Ютермала всё очень чётко выглядит. Я вам скажу, ресурсы тратит под ноль вообще. Сейчас посмотрим, что со сплитом будет. Но я помню, что сплиты у Ютермала тоже очень неплохие на самом деле выходят. Так, видит Гидра. Идёт вперёд. Стимпачит мариков ещё. Понимает, что навряд ли здесь добегут Беллинги. Поэтому... Точнее, понимает, что их мало даже, я бы сказал. Беллингов. Поэтому и не побоялся. Не стал убегать. Здесь Линги ныкаются, кстати говоря, Гидровские. Ютермал летит и видит Лингов, между прочим. Но выдвигается в центр сейчас Ютермал. Стимпак. Здесь контр-забегание идёт. Один бункер есть. На рампе есть юнит. Ютермал, отведи с рампы! Ё-моё, рампу не заблочил. Это фейл-фейл. Сможет ли в это время контр-атаковать адекватно Ютермал Гидру? Это хороший вопрос. Здесь под бункер сныкал рабочих. Всё нормально. В это время к четвёртой приходит. Что у Гидры вообще дома есть? Есть 9 беллингов. 10 делается сейчас у Ютермала. Минки забыл. Вот этот косяк. Без минок контролить как-то не ахти. Крип срезает постоянно. Дробщик на мейн. Гидра сразу же принимает. Ютермал пытается улететь. Но под спорку попадает. Минус в Медивар. Но это вот тоже косячный контроль. Здесь вроде как отбился. Потеряв, правда, рабочих 7 штук. Ну, сейчас 2-2 будет. 2-2 в 2-2. По Грейдам, собственно, можно драться. Продолжать по боевому лимиту Ютермал в плюсе. Марики подтягивают. Сюда мародёры где-то сзади там ходят. Минки перекапывают Ютермал. Заказана закопочка минком Грейд на скорость закопки. Стимпак от Ютермала. Сваливает от вейнов. Приходит прирост. С мейна сейчас марики-мародёры новенькие подбегают. Сплита Ютермала хорошая. Но достаточно ли этого сплита? Я чуть не уверен. Сверху несколько юнитов выжило. Но снизу ничего не осталось. В итоге в живых. Гидра давит. ГГ. Ютермал застал врасплох гидрю Ютермалу. Я вижу, что сплит у Ютермала вроде неплохой такой. Но когда ты стоишь в куче и криво бой принимаешь. Или как-то ненормально. Тогда сплит не сплит. Там бейлинги всё равно ворвутся. Они на уже расстояние взрыва подошли. То есть ты там уже по факту сплитишь. Да, минимизировать сплэш ты можешь. Но марики-то не атакуют при этом. Так сейчас и получилось. То есть чтобы грамотно засплититься, чтобы сплэш минимизировать. И марики атаковали изначально. Позиция должна быть не провальной. А более-менее какой-то адекватной. Ну что, Ютермалка создал игру. Нужно заходить. Через кого заходить? Пока никого не вижу. Через купрыгнуть можно. Через варди прыгаю. Через варди куда угол. Через не могу. Полюсый. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну что, у Лена карта следующая. 1 на 1. Счет у нас. Это я что ли нажал? Да нет, вроде не я. Хотя, может быть, и даже я альт задел. Позапин влоги дали. Что-то там. Вот. 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 Ну что, реперочка ты термала? Как контрить в прокси-риверах? Что-то маловато информации. Кем как контрить, что, зачем вообще, каких прокси-риверах. Вообще такие любые прокси контрятся разведкой в первую очередь. И ничем иным. Приезжаешь, видишь, готовишься. Если не видишь, не понимаешь, что за контрить. По дефолту все не получится, как бы. Випер летит вперед, же есть 6 лингов, две королевы заказаны у гидры. Випер залетать на мейн будет? Нет. Вообще не залетает. А что я тюрьмов боится-то? У лингов поборялся, начал по хате стрелять. Вся дэму знаю, он же много-много настрелял по хате-то, ё-моё. У хот-то? Где-то. Випер, ехали. aslında. Вообще-то это devient непр quand même волна или же снять мейн Estoy уж Harold va л� intact. А еще труд boşю использовать, Ganzima лиц . На марконе что-то в поле,атров 천я лепеста дефекватывает. Значит, кольз apartment스터. Ну что, полетел прохарасил Ютермал, тут я что-то даже приуныл замолчал здесь, смотрю как рипером он летает, харасит, вот что сейчас линга еще раз не выстрелит, все равно минус рипер в любом случае да, рипера минуснулся, хат не смог отменить сейчас, не дать заказать точнее Ютермал здесь один всего лишь марик в бункере сидит, депошечка немножко закрывается проход спалил Ютермал то, что дропать будет ну овера минуснул готов, ну 6 мариков минка полетела вперед сейчас этот овер на мувил, как вы видели Узерга летает, добавляется соответственно депошечки, сопла блока нету, нужно еще танк заказывать, нужно медивак заказывать танками тоже можно на этой карте нормально полетать, прохарасить урывается Ютермал через порку на дальнюю базу, минка-то где вообще, минка дропает, скопается сейчас ну и в итоге, вместо того, чтобы стрелять по рабам Ютермал стреляет по лингам дропчик теряет, ой я его нахвалил-то в первой игре такие провалы просто длевейшие просто от Ютермала пошли на ровном месте, ну ё-моё зачем сюда залетал вообще дроп не законтроль, здесь особо никуда и не сныкаться просто заступает калория и это не очень шлифа не забывал чё ну всё ну всё ну всё а мы помечку. Ну, уже термал, конечно, не из лучшей ситуации. Сейчас игру начинает. И как я вижу, это будет базовая какая-то агрессия с его стороны. Экономика он больше не добавляет вообще. Лаба вторая. То есть будут щиты заказаны. Пошли щиты сразу же. Сейчас медиваки будут строить. Уже депошек новых делать сейчас. Термал аж целых пять штук заказывает депошек. Посмотрим, насколько отрыв будет удачным. Здесь роучи реводжеры. Морики, танки. Ну, нужно как-то выхода тайминг словить. А как его стоишь? Кто-то сюда может прийти через узкий проход попытаться проскочить. Ну, навряд ли получится. Сейчас, тем более, лимит у гидры резко вперед вырвется. Роучи ворон готов. Он сейчас роучи сразу много закажет. Да, он 13 заказывает. Плюс 26 боевого буквально за заказ. Делается. Один-один делается. Здесь плюс один у ветерманчика. Стимпак сейчас будет готов. Щиты тоже. Два танка. Выход очень ранний идет. Здесь криптуморов достаточно много. Ну, через такой проход тяжело будет ворваться у ветермала на самом деле. Может быть, попытаться привезти танки вот сюда. Успеть ему. Не знаю. Марик забегает. Будет в рыб сейчас у ветермала. Да, он приходит. И на халяву просто позицию занимает. Стимпак сейчас пытается пробраться к королевам. К королевам пробирается. Но что роучи ревозеров все равно многовато здесь. Танк отводит номер один. Номер два танк отдается сейчас на ровном месте. Зачем-то? Зачем такие термалтанки отдают нелепо? Еще и гидра его и долго-то как убивала эти танки. В общем, этот один танк. Он демиджа наносил. 92, 121. 17 роучи. Заказано еще у ветермала. Но вот надо принимать бой вот с этими юнитами зерга. А ветермал тянет резину. Пока прирост не вышел, можно было попытаться нормально подраться сейчас. Ветермал не попытался, в итоге отдался. Это прям рэп получается. Не попытался, отдался. Танки забирает, увозит домой. Сейчас ветермал. Ну, это проваленная игра, на самом деле. Началось все в потере дробщика вот здесь. Ветермал он... Точнее, сначала потерял он рипера раньше времени. Мог бы подольше он жил. Потом потерял дробь. Ну, и потом врыв не совсем удался. Здесь лимита было маловато. Все-таки нужно... Вот на десятку побольше лимита было бы у ветермала. Я думаю... Да я не думаю, он бы просто раздавил бы гидру. То есть медивак просто... И восемь мариков. Мы прерыли десять мариков. Да или хотя бы восемь плюс мариков. Доброео! Да. icki. Продолжение следует... 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 его уже не спасать тогда. Поехали. 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 Ну что, два-два. С пула начинает с газа пула, точнее гидро. Ну, против риперов предпочитают открываться через муфу. Правильно делает. Ютермал очень большой любитель масс-риперов. За кого топим? Ну, я, конечно же, топлю за ютермала, потому что он европеец, гидрокореец. Надо, чтобы хотя бы таких корейцев не самых сильных, как гидро. А гидро сейчас далеко не самый сильный корейец. В какой-то момент он и в Европе был силён в ходце. Вот. Нужно пробревали, чтобы их... Ютермал сейчас на очень хорошем уровне находится в Европе. Он очень неплох. Да, оно и видно, как-то под ошибки подкорректировать его все, и можно вообще тащить будет. Рипер-марик. У нас рипер летит вперёд. Угадывает ютермал направление движения рипером. Чисто случайно летит в этом направлении. Гидролингами выходит на центр. Не знаю, где ютермал живёт. Ютермал залетит сейчас в хату. Палит в хату, пролетает к мейну мимо хаты. Встречает королеву здесь на рамке. Гранат под королеву. Можно мимо было пролететь, но по таймингу и так понятно, что здесь хат. Ну, что здесь пул первый был. Линги будут пытаться забежать. Здесь два марика у ютермала есть. Треть строится. Может быть, это ещё холбат пуш какой-то будет, я не знаю. Линги прибегают. Пытаются сгрызть КСМ-ку ютермаловскую эти линги. КСМ-ка уходит сейчас. Нужно мариками принять. Что и делает ютермал вместе с рипером. Угу. Это марики факта. Факт так, но факте лавы, возможно, будет там. Кстати, против того, что дел и гид, не успел мариками прийти ютермал, убить овера. Ну, ничего страшного. Не успел, так не успел. Здесь рипер против лингов контролится. Минусует лингов ютермал. Одного, точнее, линга минусует. Два других хватаются забежать. Здесь марики готовы встретить с распростёртыми объятиями, что называется. Пострелял пару раз риперком. Ну, кстати говоря, кстати говоря, танк, вот рипер, где-то сейчас будет штучек 6 мариков к выходу, плюс танк с медиваком. И можно будет, если неожиданно этот выход сделать и гидра его не заметит, а гидра ведь может не заметить этот выход. Можно просто убить его, потому что пока он лингов будет заказывать, там демош он очень серьёзный получит. Ютермал заходит рипером, проверяет третью хату, третью обнаружит. Да я и раньше частенько был в войска из игры стрим, потому что не контролили. Теперь вроде как разрешили, я тмичку на Team Liquid добавляю. Это лучше, чем вообще не стримить. Ну, отдача у рипера происходит. Скан от Ютермала пошёл. Танком хора сейчас скриптумара повыбивал. Без скрипа гидра живёт. Здесь порки везде пошли. Танк улетает к центру сейчас. Лингами тут что-то гидра бегает. Ну, он танк, конечно, пытается поймать. Здесь стеночку Ютермал медленно, но верно выстраивает. Нужно депошками закрывать всё. Танк вернул Ютермал домой. Побоялся лингов сейчас. Но линг не будет врываться. Здесь третья СЦ-шка. Овер можно и нужно прогнать. Овера сейчас. Майков подводит Ютермал, чтобы Овера поймать. Но не поймает его пока. Есть бункер, есть тремя майками. Что ты грызёшь в бункер? Без бэлингов не очень. Хорошо крипту, может, не дают Ютермал распонять. Здесь крип очень быстро до Тирана доберётся. Это совсем Ютермалу не нужно на самом деле сейчас. Роуч Ворон. Вывалюш не атака делается. То есть это роучи реводжеры. Плюс линги. Возможно, даже какие-то улыновые такие темы. Он здесь стим почти уже готов, кстати говоря. Три барака заработало. Инженера-то Ютермала единственное нет. То есть это не очень хороший момент, конечно. Летает танчиком лингов. Можно на третью сместиться базу, например, попытаться что-то танком сделать. Мулы на третью падают. Сейчас строится понемножечку био. Точка сбора Ютермал не стоит. Но это косячок небольшой. Можно забрать, в принципе, всё будет. Танк через королев летит. Что ты делаешь, Ютермал? Понял, что королева не достаёт и всё равно улетел. Нужно вылететь. Вылечить этот, вычинить медивак. Иначе он может погибнуть. Добыча у Ютермала сейчас очень даже неплохая. Не меньше, чем у Гидры. Хотя рабочий даже побольше по минералам. Хотя у Гидры рабочих, вы видите, больше. Майки строятся. Минки строятся. Зачем Минки Ютермал? Он не понял, походу, что здесь в роучи идёт свитч. Это ошибка. Щиты заказаны. Стим готов. Медиваки строятся. Первые две штучки сейчас будут готовы. Будет бедров на двух медивак. Летает Оверсир. Очень быстро он летает. Ютермал четыре барака добавляет. Вот на этих бараков сейчас лап добавить, чтобы роучи понапрягать. Так, прям через курку Ютермал на вторую смещается сейчас. В это время танком тут пытался нарасить танк. Очень быстро Гидра принял. Ну и Термал понял, что здесь происходит. Роучи улетает сейчас. Факта лабу строит под себя. То есть понимает, что можно вообще сейчас в лоб отлететь у Термала. И, естественно, добавлять нужно танки. Я одного единственного своего танчика потерял сейчас на харассе просто-напросто. Так, здесь Лимбет несколько может добрать на халяву, чтобы Термал и попытался сделать скан. Крип убивает маленькими сейчас на стиме. Ну, здесь из центра сейчас очень быстро отсюда криптуморы восстановят на самом деле. Ведь Ютерман пошел вниз, еще выбил. А в центре-то ничего с крипом сделать не может. Да и здесь не все выбил, даже криптуморы. Ну и экономика неплохая у Гидра 1.1, у Гидра Хайф. Но если Ютерман сможет сделать выход до готовности там ультралов уникального армора, у него все может получиться здесь очень даже неплохо. На бараках здесь 2 плюс лаба добавляются. Щиты готовы. Так, стим давно готов к угасу. Надо заказать мародерчиков побольше. Заказывать сейчас у Термала. Танки начинают добавляться. Дробчик на мейксете. Не показываю, а он дроб. Здесь минки жахнули. Всего 3 раба, правда, убили. Скорка эти минки видит. Обе минки видит сейчас Гидра. Но не выходит их минусовать. Ну, сейчас роучи придут. 8-7 секунд. Да, реводеры приходят. Сейчас фаерболы пойдут. И минки будут выбиты. Даже это не успеет ДКДшиться. Не успевает. Ветермал пробивает свои камни. Собрался вперед. Выдвигаться 150 на 170 по лимиту. Точно пойдет. Успеет до ультралов ворваться. Но так и Либератора здесь будут. Тимпачится Ветермал. 1-1. Греды готовы уже. Гриб выбивает целиком и полностью. Что у Гидра есть? 18 реводжеров, 9. 18 роучей, 9 реводжеров, 2 инфестера, 27 лингов. Вот ни о каких ультралисках речи пока не идет. Но у Ветермала танков. Вот было здесь не 2 танка бы, а штучек 6. Тогда можно было бы говорить о том, что точно он круто подерется. Но танк все 2 штуки. Пошел Гидра вперед. С темпачится Ветермал. Фронт хороший. Кроме вот этих мариков. Они жестко под Микос попадают. Но кажется Ветермала хватает. И мариков. И ДПС охватает. Гриды вообще одинаковые. Либераторы прилетают. Раскладываться будут или нет? 120-134. Проходят от фаербола по фаербуту. Там медиваки. Все на фаербола попадает. Ультралов не может пока Гидра заказать. Он их и не закажет. В принципе, роучи падают. 18 роучи Гидра заказывает. Лимиты близки. Но боевого у Ветермала больше, даже чем Гидра здесь находится. Это 3-2 пользу Ветермала. Молодец. Пробревает корейца. Выигрывает финал месяца ГУХ ВСК. Ну а почему бы и нет? Молодец. Ветермал очень четко отыграл. Потери. Давайте глянем. Потери. Двукратная преимущество Ветермала. Как либераторы-то трогающим пекут голову. Они бедняги запоют. И просто от них ничего не остается. Гиги Гидра пишет, Ветермал победитель. По жизни. Ну что же. Так вот конец у нас сегодня. Вот так вот у нас конец сегодня, ребята. Вот так вот. Короче, ребят, буду закругляться. Спасибо всем за внимание. Увидимся завтра уже на GSL. Завтра я в парочку поиграю. Наверное, тогда сегодня уж покушать хочется. Мне чуть забегался я там с переездами с этими. Вот. Нужно поесть. Ну а завтра увидимся. 12.30 к GSL. Кстати говоря, завтра давайте посмотрим, что у нас будет завтра. На YouTube чуть позже все выложу. Вот у нас GSL. Завтра два крутейших матча будет. Это Хидра против Кьюра. ТВП. И Dream против Тивая ТВТ. Будет очень весело. Приходите, смотрите. Вторые череды от финала будут в пятницу. Тричь из детства Асира Дир. Ну здесь интересные матчапы, кстати говоря, будут. Ну и завтра будет тоже очень круто. Увидимся, короче, завтра, ребят. Что тут говорить. А дальше по обстоятельствам после GSL. Субтитры подогнал «Симон»?